Виктор Петрович, добрый вечер. Рады видеть вас в нашей студии. Впереди у нас такой очень плотный рабочий график, насыщенный двухчасовой прямой эфир. Одна из тем, которую осветил на прямой линии губернатор края, это освещение в селах, а также внутри муниципалитетов. Бычанка Наталья Пивоварова, проживающая в поселке Нефтебаза, в своем обращении отметила необходимость осветить улицу Аральскую. Во время эфира вопрос был напрямую адресован главе нашего города. Нам проблемы это известно. В поселке Нефтебаза люди обращались, жители обращались. Техническая возможность подключения уличного электросвещения имеется. На данной улице, эта улица Аральская, она является центральной улицей для поселка. И мы постараемся в ближайшее время, до Нового года, этот вопрос решить. По словам мэра Бийска, освещение на небольшом участке протяженностью 250 метров на улице Аральской появится в ближайшем месяце. Одна из самых популярных тем, которые поступили на прямую линию, это, конечно, ремонт дорог. Вопрос о ремонте дорог приходили из разных районов и городов края. Виктор Томенко отметил, что за последние годы удалось отремонтировать 4,5 тысячи километров автомобильных дорог. И темпы в этой сфере не будут снижаться. На следующий год, я думаю, мы будем планировать еще большие объемы дорожного фонда. Поэтому я здесь поручение точно так же дал. И здесь хочу повторить нашим всем дорожным ведомствам на то, чтобы обратили внимание не только на наши дороги краевые, вот такие магистральные, а и посмотрели все-таки на положение дел в наших муниципалитетах. Это вот там был про Рубцовский вопрос. И другие населенные пункты. Всех касается на самом деле Бийск и Барнаул. Тут такая весна, еще зима и весна такая была с последствиями для дорожной сети. Поэтому надо обязательно заниматься восстановлением, надо посмотреть соотношение денег, которые мы в целом выделяем на региональные дороги и муниципалитетам помогаем заниматься их дорожной сетью. В конце прямой линии губернатор ответил на вопрос многодетной мамы, почему отец ее десяти детей, с которым она не зарегистрирована, не может получить удостоверение многодетного отца. Виктор Томенко рекомендовал заключить брак и пообещал приехать на свадьбу. Хорошо. Если нужно, вернее, нужно заключить брак, мы сейчас про год семьи так много сегодня тоже говорили и в этом году говорили, давайте сделаем красивый брак, выездную церемонию ЗАГСа, я вам гарантирую обеспечить, я к вам на свадьбу приеду сам. Так что и еще 10 тысяч привезу вперед, не будете ждать 50 лет совместной жизни. Ну что такое? 10 детей и они, конечно, не женаты. Это безобразие. За два часа губернатор в эфире ответил на 34 обращения. В правительстве края отметили. Ответы на письменные вопросы, которые не прозвучали в прямом эфире, поступят в письменном формате. Аудиозаписи вопросов, заданных по телефону прямой линии, будут переданы в работу органам власти для анализа и реагирования. Ответы на них будут предоставлены письменно. Мы достигнем нового в развитии нашего родного края.